Книга «Как обустроить российскую периферию» вышла тиражом всего 100 экземпляров. А все потому, что количество умных нынче сокращается, заявил Арнольд Тулоханов на презентации. Специально для избранных автор проанализировал этапы развития России, описал современное развитие Китая и отношения нашей страны с соседними странами. Автор делает акцент на необходимость развития Дальнего Востока и российского села. Я пытаюсь через географическую экспертизу, потом мы поговорим, пропустить некоторые вопросы, которые принципиально важны для нашей страны. И дальше я говорю о трех этапах развития России. До революции, после революции и в новой России. Дальше идет рассказ или анализ событий в Монголии, в Казахстане и, самое главное, в Китае. Из всего этого, седьмая глава, это болевые точки, в том числе, это малочисленные народы, это демографическая ситуация, нефть, гаж. Значительное место в книге отведено критике единого государственного экзамена. Критика ЕГЭ. ЕГЭ. Вот все справедливые, но почему-то тупо занимаются ЕГЭ. Я там написал две фразы. ЕГЭ ведет к разрушению российского общества и его молодого поколения. Первое. Они с молодости начинают узнавать криминал, что можно купить, можно продать и идти взять. Теперь москвичи стали перед проблемой, как избавиться от провинциалов с Кавказа. Потому что у них всегда экзамены, а цинкки лучше. На чай к сенатору были приглашены многие известные фигуры нашего города, у которых нашлись свои дополнения и замечания по поводу книги. Я полностью все это прочитала. Здесь, естественно, уже в рамках развития тех эпосов, которые у нас есть, нам необходимо все-таки определиться, а как мы, Республика Бурятия, будем встраиваться именно в те отношения, которые предупреждает нам история и сегодняшние подходы. Вот этого я не увидела. То есть опыт, сама история, все замечательно, хорошо. Но вопрос на вопрос о том, как обустроить российскую переверию, пока я здесь не нашла. Сразу бы хотел отметить, наверное, Арной Кириллович проявил некоторую гражданскую такую позицию, что ли. Потому что, наверное, в наше время не каждый сегодня позволит себе, так сказать, учить руководство нашей страны, значит, так, как им работать. Я бы хотел, ну, как бывший мэр, отсветить, наверное, те вопросы, которые бы я хотел, чтобы они нашли отражение в этой книге. Это вопросы, касающиеся развития региональной и муниципальной экономики. Потому что, как Столыпин выражался, это надо укреплять низы. Арнольд Тулоханов пообещал подарить свое новое произведение коллегам по Совету Федерации и чиновникам в Москве. Цитирую, пусть прочитают и удивятся. Хотя тут же поправился, что многие книгу читать не хотят, чтобы не портить себе настроение. Марина Непомничих, Алдар Домбаев, Первая альтернативная.